В этом году церемонию освещали 616 журналистов, на 100 больше, чем в прошлом. На церемонию оглашения послания были приглашены не только члены обеих палат парламента, но и члены правительства, председатели Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного судов, генпрокурор, председатель Центра избиркома, глава счетной палаты, члены Госсовета, главы основных конфессий, представители Общественной палаты России и несколько сотен российских и зарубежных журналистов. Выступление главы государства длилось около часа, и речь шла о задачах в экономике, социальной сфере, внутренней и внешней политике. Экономические вопросы – основной блок. Владимир Путин сказал, что правительство продолжит помогать тем отраслям экономики, у которых негативная конъюнктура. Рост производства грузовых автомобилей – 14,7%, легкий коммерческий транспорт – 2,9%. Неплохую динамику демонстрирует производство сельхозтранспорта – 26,8%. В легкой промышленности – положительная динамика. Мы обеспечили макроэкономическую устойчивость, вот что очень важно. Сохранили финансовые резервы, не уменьшились, а даже подросли золотовалютные резервы Центрального банка. Ожидаем, что по итогам текущего года значительно снизится инфляция. Она будет ниже 6%, в 2015 году составила 12,9%. Надеюсь, что в этом году она не поднимется выше 6%, где-то будет 5,8%. Напомню, что самая низкая инфляция, зафиксированная в 2011 году, это было 6,1%. Повторяю еще раз, в этом году может быть меньше даже. Это значит, что в следующем мы действительно можем достичь целевого показателя в 4%. Однако, хочу подчеркнуть, стабилизация не означает автоматического перехода к устойчивому подъему. Если мы не решим базовые проблемы российской экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, то на годы можем зависнуть возле нулевой отметки. И значит, нам придется постоянно ужиматься, экономить, откладывать на потом свое развитие. И такого мы себе позволить не можем. Губернатор Курганской области прокомментировал послание президента по телефону, отметив ключевые моменты для нашего региона и в целом атмосферу в зале. Блоком также, поскольку у нас область сельскохозяйственная, она прозвучала поддержка агропромышленного комплекса, особенно развитие сельхозкоопераций. То есть мы в области этот механизм уже начали развивать, но вот этот механизм по сельхозкооперации нужно было и более активно развивать, поскольку поддержка агропромышленного комплекса была в основном состоять через сельхозкооперации. Воспринимали все это очень от души, очень чистосердечно. Почему? Потому что и сам президент выступал достаточно эмоционально, достаточно так, проникновенно и душевно. На такие вот выступления отреагировать это по-другому, на мой взгляд, нормально все и просто-напросто не может. Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов отметил блока поддержки бизнеса. Было сказано о уменьшении количества контрольных проверок и, в частности, о изменении законодательства налогового в первую очередь для создания максимально комфортных условий для развития бизнеса. Это первый момент. Второй момент в качестве законодательных инициатив – это самозанятая категория граждан. То есть на сегодняшний день тоже эта категория для нас должна быть находиться на особенном контроле. Должна поддерживаться, не должна, значит, попираться вот теми же самыми проверками и негативным отношениям, а только, значит, для того, чтобы максимально легализовать незанятую категорию граждан. Светлана Епифанова, Андрей Бахарев, информационное агентство Курган.ру. Светлана Епифанова, Андрей Бахарев, информационное агентство Курган.ру. Субтитры создавал DimaTorzok